В общем, как обещал в этом видео, поговорим о шестерне ГРМ ВАЗ-классика. У нас получается, вот многие сталкивались с тем, что, к примеру, если взять попонятнее объяснить. В общем, вот эта вот метка на постели не всегда соответствует, то есть если мы внизу ставим по самой нижней, по длинной метке шкив, то эта метка не всегда соответствует вот этой вот метки, вот как у нас здесь, вот здесь. То есть, получается, бывает, либо не доходит, но у нас, в нашем случае стоит тайговский распредвал, как бы нам не доход не устраивает, нам лучше, допустим, чтоб перешла, будет лучше низа. Но когда в стандартном валу, если у вас сильно не дошла, если она, допустим, не дошла, ну, к примеру, вот до этой метки, ну, у вас, допустим, вот так вот, мы отверточку выполним, ну, где-то вот так вот, но еще терпимо. Перешла, допустим, ездит в нулях, нормально, перешла, то есть, чем больше вы сдвигаете вперед, тем у вас больше будет низовой мотор, то есть вы верхов не дождетесь, то есть свыше 4000 он ехать не будет. Если вы сильно вот так запрете, вы снизу не раскачаете, но будет хороший верхар, то есть старайтесь держаться именно в пределах вот этой вот метки. Для этого существует вот такая вот разрезная шестерня распредвала. Это уже никому не новость, вот у нас тут куча болтов, крепление прижимает пластинку, но с чем столкнулись с этой шестерней? В общем, купили одну шестерню, у нее посадочное место, вот эта прослабленная, вот эта, то есть одели на распредвал, она даже плотно одевается, она болтается, соответственно поменяли, взяли другую, то есть выставили вот сейчас, выставили в нули распредвал, потому что там цепь немножко подтянутая, дверь разжил, перестал болтаться, то есть если у вас какие-то есть вопросы в плане цепи, в плане распредвала, допустим, хотите вы там вал, тем более какой-нибудь боевой вал настроить, там хотя бы 10.8 или 11.2, пойдем в клапанах, то тогда конечно уже, когда будете эту шестерню ставить, то есть ставите вверх, одеваете цепь, одевается просто вверх, а внутрь, внутрь, послабляем эти все шесть болтов, и вот эти вот все, вот они, видите, жопки выглядывают с них, с этим болтом, да, и тогда сюда послабили, и потихонечку проворачиваете распредвал в направлении, то есть если вал боевой, соответственно метку смещаете немножко сюда, то есть чтобы переходило, где-то миллиметра три, потому что иначе валы горбатые ехать не будут, то есть в нулях они почти не едут, то есть нет низов, машина душится, верха у него, верха у него будет за счет высоты, ну, хода открытия клапана, а низа у него будет за счет того, что вы метку немножко смесите вперед, потому что в нуле ставите, даже 10.2 пойдем в клапан, она не поедет, она будет дерьмо. Вот так вот, простое решение, не знаю, как там, в каких странах в Украине, там, шестернеры, не знаю, 400 гривен стоят в хорошем состоянии, хорошая картерная, потому что там где-то, вот есть вот такая вот накатка такая, видите, вот не точка, а вот такая катаная такая поверхность, вот эти, это вот так само с другой стороны, это заводские шестерни, мы такую самую взяли по качеству, потому что есть очень много шестернеров бракованных, которые, цепь по ним нормально не идет, начинает греметь цепь, растягивается цепь до конца, поэтому сейчас соберем крышку и постараемся передать звук, который происходит в карбюраторе, потому что вот когда, ну сейчас постараюсь объяснить, ставьте паузу. В общем, мы выставили метки ГРМ, ну и показателем, как бы, ну как бы объективной работы двигателя служит звук, именно звук всоса, мы не знаем, кто услышит, кто не услышит, много ребят полковых, кто услышит. Звук именно, который происходит, если звук такой, знаете, крокотения обратно в карбюратор, это говорит о том, что метки ГРМ неправильные. Если, давай, если звук мелодичный, вот, постараемся передать, конечно. Вот, слушайте, какой звук. Звук такой вот, шипящий звук, когда есть вот в карбюраторе, это за то, что это нормально, угол перекрытия клапанов соответствует этому двигателю, поэтому, как бы, остальное уже будете, допустим, там, в плане зажигания, там уже, допустим, количество топлива, ну, в данном случае, автомобиль на газу работал, количество топлива, это уже будем потом уже в ходу там настраивать, а вот именно то, что метки правильно выставлены, это вот и соответствует этот, как раз, характерный шипящий звук, то есть звук именно того, что нет вот этого, когда часть компрессии прорывается в незакрытые клапана, то они соответствуют именно угол перекрытия клапанов, то есть, ну, самый такой простой вариант, то есть, соблюдайте те минимальные, как бы, так, советы, не инструкции, а советы, которые я вам дал, более-менее настроите. Понятно, что для чистоты эксперимента, если вал там спортивный, можно это снимать крышку клапановой 3-5 раз, то есть, потихоньку, там, по миллиметру сдвигать, то есть, соответственно, сдвигаете шестерню, соответственно, потихонечку меняете положение трамплера, потому что тоже будет меняться. Ну, и так таким образом сможете добиться идеальной работы, вот именно в развертной шестерне, можете добиться и даже самого безнадежного двигателя, можете добиться нормальной работы. Поэтому всем спасибо за внимание. Пока!